В эти тяжелые майнинговые времена, когда на игровые видеокарты мы смотрим лишь на картинках в интернете, многие задумываются о покупке игровых ноутбуков. И нет, это видео не очередной обзор или реклама какого-либо ноутбука. Это про маркетинг, причем с худшей его стороны. И я думаю, вам эта информация может понадобиться. Начнем с того, что игровые ноутбуки или высокопроизводительные лэптопы, называйте как хотите, существуют, и это весьма быстрые машинки, не особо отстающие от топовых ПК. Стоят они, конечно, не дешево, но это как посмотреть. За цену одной RTX 3080 можно взять некислый такой игровой ноутбук, который потянет все современные игры в Full HD на ультра настройках графики. Для примера, на Е-каталог самая дешевая RTX 3080 сейчас стоит 225 тысяч рублей. Это на 70% выше рекомендованной в 64 тысячи. За эти деньги можно найти 17-дюймовый ноут на Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 и еще останется больше тридцатки, или на 11-м поколении Intel и сэкономить больше 80 тысяч. Цены в своем регионе можете чекнуть по ссылке в описании. И есть люди, которые взвешивают за и против, и выбирают игровой ноутбук. Которым сейчас тоже грозит опасность стать жертвами криптовалютной лихорадки. На них активно майнят китайцы, скупая просто пачками и расставляя их на полочках. И странно, что Nvidia и другие производители на это никак не реагируют, потому что это чревато, да и выглядит достаточно крипово. А вдруг когда-нибудь мы будем вот точно так же лежать. И разумеется, при выборе игрового ноутбука многие ищут модели с проверенной временем связкой, процессором Intel и видеокартой Nvidia. Однако вот сюрприз. Оба производители чипов нередко обманывают своих пользователей. Вот это поворот! Причем практически одинаковыми способами. Какими, об этом мы сегодня и поговорим. Стоп-стоп-стоп, там внизу ссылка на наш сообщество ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. И читайте самые оперативные новости из мира высоких технологий. А вот теперь поехали. Видишь Курай 9? Уже давно один и тот же ноутбук может поставляться в версиях с различными процессорами, видеокартами, объемом памяти и накопителями. Выглядят одинаково, а стоят очень по-разному. И разумеется, если хочется максимума производительности, то вполне логично купить топовую версию лэптопа. Однако выглядит, не значит является. Возьмем, например, десктопный сегмент. В нем Core i7 отличается от Core i9 меньшим числом ядер и потоков. И на деле между ними ощутимая разница в производительности. А что же в ноутбуках? В ноутбуках что некоторые Core i7, что некоторые Core i9 могут иметь по 8 ядер и 16 потоков. В чем же между ними разница, спросите вы? В частоте. У Core i9 она на пару-тройку сотен МГц выше, что в теории должно добавить еще 10-15% производительности. А на практике нередко бывает так, что в ноутбуках топовый Core i9 выступает на уровне или даже хуже, чем Core i7. Почему так? Всему виной очень жесткий теплопакет, который составляет по умолчанию 45 Вт. Посудите сами. Десктопный Core i9-9900K с частотой в 5 ГГц под нагрузкой может и 150 Вт выделять. Поэтому очевидно, что аналогичный по числу ядер мобильный Core i9, зажатый в 4 раза меньший теплопакет, реально под нагрузкой держит частоту в 3-3,5 ГГц. Так что неудивительно, что опять же аналогичный по числу ядер мобильный Core i7 с аналогичным теплопакетом в 45 Вт показывают тот же уровень производительности. Бывает еще смешнее. Так теплопакет в 45 Вт номинальный и его можно двигать как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Поэтому Core i7 с условным теплопакетом в 60 Вт будет быстрее Core i9 с теплопакетом в 45 Вт. Получается, что красивое лого Core i9 на корпусе ноутбука может быть просто фикцией. Поэтому выбирая себе лэптоп, внимательно изучайте его обзоры. Вполне возможно, что логичным решением будет остановиться на Core i7 или даже Core i5, потому что реального прироста производительности от более старших версий CPU просто не будет. Так, а касается ли это AMD? Увы, теперь тоже да. Если раньше мобильные Ryzen 4000 были четко разделены по числу ядер, то теперь новые Ryzen 5000 представляют собой мешанину линеек и ядер, как и у Intel. Что еще хуже, компания решила мухлевать и с названием различных CPU. Простой пример. Есть два восьмиядерных мобильных процессора. Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,6 ГГц и теплопакетом в 45 Вт. И Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,8 ГГц, но теплопакетом всего в 35 Вт. В теории, по названию, старшим CPU является второй, а на деле под нагрузкой быстрее будет первый. Красный маркетинг в действии. Закрепляем. Внимательно изучаем обзоры нужного ноутбука перед покупкой. Нередко это позволит взять модель с процессором с виду проще, но с такой же производительностью. Видишь RTX 3080? Правильно, это RTX 3070. Как вы уже догадались, NVIDIA занимается таким же мухляжом. Хотя даже не таким. Зеленые шулерствуют куда сильнее синих и красных вместе взятых. Возьмем их новую линейку мобильных видеокарт на архитектуре Ampere, они же RTX 3000. У топовой мобильной RTX 3080 6144 ядра CUDA. Но стоп, у десктопной ведь 8704, вы верно помните. И как вы понимаете, мобильная RTX 3080 в принципе не может быть на уровне десктопной. Ее реальный уровень производительности оказывается ближе к RTX 3070. Таким шагом NVIDIA по сути перечеркнула весь свой труд последних четырех лет, когда она всеми силами доказывала, что мобильные видеокарты почти как десктопные, лишь чуть-чуть по частотам хуже. По сути, так оно и было, что десктопные GTX 1000, что RTX 2000, что их мобильные собратья базировались на одинаковых GPU. Поэтому если раньше вы брали ноутбук с 1060, то могли быть уверены, что получите производительность, сравнимую с десктопной GTX 1060. Теперь такого нет. Но подождите, это еще не все. Дальше хуже. В предыдущих линейках мобильных видеокарт NVIDIA были версии Max-P и Max-Q. Первые выделялись максимально высоким теплопакетом и частотами, вторые, наоборот, были максимально урезанными, дабы их можно было ставить в тонкие ноутбуки и называть их игровыми. То, что при этом какая-нибудь RTX 2080 Max-Q могла казаться медленнее RTX 2060 Max-P мы уже не раз говорили, и вы, наверное, к этому уже привыкли. Опять же, это была не идеальная схема, но все же она работала. Вы могли бросить взгляд на характеристики лэптопа и понять, с каким уровнем производительности вы имеете дело. Сюрприз. В линейке RTX 3000 разделений на Max-Q и Max-P больше не будет. Конечно, это вызвало негодование покупателей, которые приобрели лэптопы с RTX 3080 и вдруг оказалось, что она там зарезана дальше некуда и выдает производительность на уровне RTX 3060. И компания решила помочь пользователям с выбором. Теперь производители ноутбуков рядом с используемой видеокартой пишут ее теплопакет. Теперь давайте разжуем. Вот вы видите RTX 3070 и рядом с ней написано 110 Ватт. Это какая версия? Ближе к топу или наоборот урезанная? Сказать сложно, не правда ли? Нужно лезть на сайт Nvidia, искать спецификации мобильной RTX 3070 и смотреть на возможные для нее теплопакеты. Нормальный такой квест, не правда? Ах да, всего мобильных RTX 3000 может существовать 28 штук. Вот так вот, Хуанг желает вам удачи в выборе. В итоге мы получаем, что мобильные RTX 3000 отличаются от десктопных по числу кудоядер и памяти, да еще и версий там пруд пруди. Поэтому единственный способ не ошибиться – внимательно изучать обзоры заинтересовавшего вас лэптопа, дабы понять конкретно его уровень производительности в играх. Теперь подведем итоги. Если в сегменте десктопных процессоров и видеокарт все максимально просто и различные версии той же RTX 3060 отличаются по производительности буквально на пару процентов, то вот в ноутбуках творится полнейший ад. И если раньше это можно было объяснить тотальным доминированием Intel и Nvidia в мобильном сегменте, что позволяло им творить что душе угодно, то теперь с приходом AMD та решила не бороться со злом, а к нему примкнуть. Так что обзоры, обзоры и еще раз обзоры – это ваши лучшие друзья в подборе игрового ноутбука. Спецификации лэптопов сейчас врут вам как никогда и не стоит на них полагаться. Понравился выпуск, ставь палец вверх, в описании ссылочки на наши соцсети, читай нас там. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч. А спонсор этого видео – пантографы TronMax, которые отрываются и приходится записывать вот так. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok